Во время, казалось бы, обычного рабочего дня в полицейском участке, офицер Стейси получила тревожный звонок от четырехлетней девочки, чья мама, казалось, не отвечала на звонки. Когда она добралась до своей квартиры, то обнаружила нечто поистине ужасное. Однажды ближе к вечеру раздался пугающий звонок в службу 911, и сотрудник колл-центра сразу понял, что на другом конце провода находится очень маленький ребенок. Маленькая Анжелика плакала, и полицейский помог ей успокоиться, чтобы получить четкую информацию. Маленькая Анжелика Маленькая Анжелика добавила, что ее маму звали Диана, и что она очень любила ее, несмотря на то, что та не просыпалась. Полицейский продолжал задавать вопросы. Анжелика была слишком мала, чтобы знать ее адрес, но она сказала, что они живут рядом с парком. Она также могла описать их дом и деревья, но это дало полицейским очень мало подсказок о том, как ее найти. Затем полицейский спросил, знает ли Анжела имена соседей. К счастью, маленькая девочка смогла вспомнить, что двое людей, известные как дядя Джерри и тетя Триш, иногда присматривали за ней. Полицейский попросил Анжелику не вешать трубку, а пойти к соседям и посмотреть, дома ли они. Если они были, она должна позвать к телефону кого-нибудь из взрослых. Если их не было, ей следует вернуться и поговорить с полицейским еще раз. Анжелике потребовалось немало мужества, чтобы открыть входную дверь и подойти к дому соседей. Но, к сожалению, их там не было. Когда она вернулась с новостями, сотрудник колл-центра внезапно услышал шум проезжающего поезда. Она спросила Анжелику, есть ли поблизости железнодорожные пути. И девушка подтвердила, что поезд проезжал мимо их дома по нескольку раз в день и что она часто наблюдала за ним с заднего крыльца. Теперь у полицейских было несколько зацепок, чтобы попытаться установить местонахождение маленькой девочки. Она обратилась за помощью к коллеге. И они взяли карту местности и начали искать районы, где поблизости есть парк и железнодорожные пути. На момент звонка через город проходило только два поезда. Но, как назло, станции находились в нескольких милях друг от друга. И на обоих путях находились парки. Им нужна была еще одна зацепка, чтобы определить местонахождение маленькой девочки. Полицейский попытался получить о ней больше информации. Анжелике удалось рассказать полицейскому, что она видела за окном облако в форме звезды, и что по улице шел старик со своей собакой, и что в доме напротив нее была деревянная дверь. Но эти подробности были не совсем полезны. Минуты казались часами, а бедная маленькая Анжелика все спрашивала о своей матери. Она была совсем рядом и могла сказать, что у той очень холодная кожа. Сотрудник колл-центра велел девочке накрыть тело матери одеялом и попытался уговорить ее выйти из комнаты. Но Анжелика была беззаветно предана своей матери и не оставляла ее в покое. Поэтому офицер воспользовался их близостью и попросил ее рассказать об их жизни. Оказалось, что Диана всю жизнь была матерью-одиночкой и никогда не рассказывала об отце Анжелике или о своих собственных родителях. Днем она работала допоздна, но всегда успевала вернуться домой вовремя, чтобы уложить свою малышку в кроватку и поцеловать ее на ночь. Когда ей не нужно было работать, они часто ходили кормить уток в пруду в парке и ели мороженое в большом кафе на другой стороне улицы. Это были подсказки, которых ждал полицейский. Из двух парков, которые она обнаружила, только в одном был пруд, достаточно большой для уток, и напротив него располагалось кафе. Должно быть, это и было то самое большое кафе-мороженое, о котором сейчас рассказывала Анжелика. Это была та передышка, в которой они нуждались. Как только полиция сузила район, офицер Стейси была направлена к маленькой девочке, которая нуждалась в помощи. У них пока не было точного местоположения, но команда была уверена, что они находятся в нужном районе. Анжелика начала уставать, и телефонистке потребовалось все мастерство, чтобы удержать девушку на линии и рассказать ей обо всем, что она видела и слышала. Анжелика описала огни проезжающих мимо машин и далекий собачий лай, но затем она сказала, что слышала, как мимо проезжал грузовик с мороженым. В этот самый момент офицер Стейси тоже услышала шум грузовика с мороженым. Офицер, разговаривавший по телефону, громко приветствовал маленькую Анжелику и пообещал, что помощь уже в пути. Офицер Стейси попросила диспетчера связать ее с девочкой и пошла по улице с красным фонариком в руке. Она делала большие круговые движения фонарем, направляя его на каждый ярд в квартале, и велела Анжелике открыть дверь и позвать ее по имени, если она увидит свет. Из домов вышли несколько соседей, и офицер Стейси спросила их, не знают ли они девочку по имени Анжелика. Вскоре она обнаружила дом, а когда снова посветила красным фонариком, к ней подбежала маленькая испуганная девочка и прыгнула к ней в объятия. «Мама не просыпается, мне страшно, и я голодна», — сказала Анжелика и заплакала. Офицер Стейси не хотела забирать ее обратно в дом, поэтому она спросила, может ли кто-нибудь позвать дядю Джерри и тетю Триш. Соседи бросились их искать, а когда они прибыли на место происшествия, она оставила маленькую девочку на их попечение. Затем она глубоко вздохнула и вошла в квартиру, чтобы попытаться найти мать, которая была без сознания. Дом был полуразрушен. Она ходила из комнаты в комнату, зовя Диану по имени, но ответа не было. Когда она остановилась у подножия лестницы, у нее возникло жуткое предчувствие того, что она найдет наверху. Когда дело касалось детей, она была очень чувствительна и хотела защитить их от суровых реалий жизни. Но они занимали особое место в ее сердце не только потому, что были невинны и безобидны. У нее также были очень личные причины сочувствовать им. Стейси и ее муж Роб последние пять лет пытались завести собственного ребенка. С медицинской точки зрения ни у кого из них не было никаких проблем, но почему-то хорошие новости так и не появились. Чтобы отвлечься, Стейси начала полностью отдаваться работе. Она работала сверхурочно и всегда делала все, что в ее силах. В случаях, когда речь шла о детях, она отлично справлялась со своей работой. Если бы у нее не было собственного ребенка, она была бы лучшим полицейским в стране. Когда дело касалось безопасности детей. Хотя Стейси видела много ужасных вещей на работе, она так и не смогла привыкнуть к смерти. Обнаружение мертвого тела всегда приводило ее в ужас. И когда она добралась до первого этажа, то сразу же почувствовала запах смерти. В главной спальне она обнаружила холодное и окоченевшее тело молодой женщины. Должно быть, она скончалась прошлой ночью. Стейси всем сердцем сочувствовала маленькой девочке, которая провела почти десять часов в ожидании, когда кто-нибудь придет и поможет ей. Стейси убедилась, что Анжелики не было видно, когда приехала скорая, чтобы забрать тело. Хотя ее смена закончилась, она оставалась с девочкой, пока за ней не приехали социальные службы. На следующий день на работе Стейси не могла выбросить Анжелику из головы. Она знала, что маленькой девочке пришлось пережить тяжелое известие о смерти матери и что эта травма только усугубит тот ужас, с которым она столкнулась накануне. Она отчаянно хотела защитить ее от дальнейшего вреда и подарить ей любовь, в которой она нуждалась и которую заслуживала. Но как она могла это сделать? И тут Стейси увидела, что возможность открывается прямо у нее перед глазами. Сначала ее муж Роб был немного удивлен, когда она сказала им, что хочет, чтобы они удочерили эту маленькую девочку. Обсуждая все за и против, супруги вскоре поняли, что должны хотя бы попытаться дать Анжелике дом. В конце концов, они всегда хотели иметь собственных детей. И эта девочка отчаянно искала семью, которая могла бы ее любить. Суд без колебаний удовлетворил их ходатайство. И маленькая Анжелика была сразу же передана на их попечение, готовая к новому шансу обрести любовь и покой. Какая горько-сладкая история. Что вы думаете о навыках сотрудника колл-центра? Приходилось ли вам когда-нибудь звонить в 911? И удочерили бы вы маленькую Анжелику, если бы были на месте Стейси? Расскажите нам в комментариях ниже. Спасибо, что посмотрели и увидимся в следующий раз.